Ну что, крошечки мои, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Я вас встречаю, как обычно, уже в автомобиле, потому что у нас сейчас утро, и мы едем вместе с мамой. Нам нужно встретиться с одним застройщиком, побеседовать по поводу обстановки сейчас с домами. Я сейчас выбираю для себя, откровенно говоря, тех застройщиков, чьи объекты мне понравятся и которые я бы хотела, опять же, даже продавать. И вообще, по рынку недвижимости сейчас очень многое поменялось, конечно, в Анапе. Но я думаю, что и везде, в принципе, на побережье Черного моря в России цены стали просто конские. Правда, я по-другому даже сказать не могу. Все взлетело, очень взлетело в цене. Мало того, что подорожали все стройматериалы, начиная от металла и всего остального, что нужно для строительства, так еще, и просто произошел какой-то массовый, я не знаю, сдвиг сознания, и все очень сильно задрали цены. То есть у нас подорожало раза в два. Если не больше, по Сочи знаю тоже так. То есть то, что раньше стоило, например, 6 миллионов, теперь стоит 12. То, что стоило 45 тысяч за квадратный метр, стоит 80-90. Это если говорить о квартирах. В общем-то, у нас вот такая Катавасия, очень сильно выросли цены на недвижимость. Особенно вот с началом пандемии прям крайне все выросло, потому что, ну, как вы помните, границы во многих странах закрыты, остаются и по сей день, а раньше они были закрыты во всех. И, в общем-то, у нас на побережье Черного моря все попросту сошли с ума и решили, что, я не знаю, земля продается по цене земли на Марсе, наверное. Я просто вообще в шоке, честно говоря, нереальные цены. Но что имеем, то имеем, да, как бы нам не привыкать, сюрпризов в нашей истории было достаточно много. Было бы, конечно, куда веселее, если бы вместе с тем еще и поднимались зарплаты, но, к сожалению, это не так. И вот как бы что есть, то есть. И, в самом деле, мне на днях нужно добраться в ЗАГС, мне нужно подать заявление на развод. Я все отмахиваюсь от этого процесса, но это нужно сделать. Эта процедура не из приятных, но от этого уже никуда не деться, и нужно этот момент пережить. Снова вам спасибо за поддержку. Так что, да, вот такие пироги. Кое-что нужно по покупкам совершить. Ну, в общем, такой день сегодня достаточно насыщенный. И в ближайшее время я буду вам показывать уже свою квартиру. Сложно пока ее назвать квартирой, потому как там еще столько дел предстоит. У меня сейчас меняли канализацию, то есть там разводку немножко нужно переделывать. И там просто все разбомблено, как после бомбежки, вот по-другому и не скажешь. Буду вам показывать, будете, наверное, накидывать мне какие-то идеи, потому что у нас стоит очень важная задача. Нам нужно максимально бюджетно, максимально красиво, знаете, вот с сочетанием цена-качество, как-то отремонтировать мою квартиру, чтобы я сейчас могла переехать туда. Она без ремонта, там есть только санузел, залита стяжка, штукатурены стены, стоит металлопластик, то есть окна я имею в виду, и там еще я их вот добавляла, что натяжной потолок еще сделан. Переделывать разводку электричества мне предстоит. И вот сейчас канализацией занимаются. Пока что так, и у нас задача сделать быстро, дешевой, сердито мою квартиру. Конечно, я понимаю, что это невозможно, но верить все же хочется. И потом я перейду туда, и сразу же буду ее выставлять в продажу. Вот такая вот, мои девочки, история. Нам предстоит с вами куча великих дел. Не знаю, как их делать, но вот как-то так. И еще важный момент, который я хотела вам сказать, но забыла. В ближайшее время нас с вами на моем канале ожидает очень интересное видео. Видео с девушкой-блогером, у которой есть два канала. У нее один канал называется Julia M. Вязание. И второй канал у нее влоговый. Так вот, на влоговом канале я покажу вам этот ее канал. И мы решили сделать два видео на одну тему, на тему абьюзивных отношений и расставания. Знаете, почему? Потому что я ушла от супруга без детей спустя 12 лет совместной жизни. Она ушла с двумя детками. Тоже девочка просто красавица, умница. У нее такие детки замечательные. Она такая талантливая. Она такие вещи вяжет. Просто вот вы зайдете, вы обалдеете. И мы с ней решили задать друг другу пять вопросов на тему как раз-таки вот этих отношений, расставаний и всего этого. Потому что у нас немножко разный опыт, разные взгляды, мы немножко разные по характеру. Она прям такая, знаете, ну с виду, по крайней мере, мы лично еще не общались, ну так, чтобы близко, да. Но с виду очень такой, знаете, спокойный, размеренный человек. Прям вот такой, с такой, знаете, тягучей какой-то приятной энергией. В общем, и мы будем отвечать на эти пять вопросов, которые зададим друг другу на тему отношений, исходя из того, что опыт разный. Там были детки, и она уехала за 9 тысяч километров вообще от своего супруга. Я без деток и не так далеко, но все же уехала. Поэтому мы решили задать друг другу пять вопросов. И мы будем их не знать. То есть мы отправили голосовыми друг другу. И прямо вот в съемке видео мы будем включать эти вопросы голосовые друг другу. И вы будете слышать их вместе с нами в первый раз. И дальше мы будем отвечать на эти вопросы. Юлечка свои вопросы мне уже прислала. Я еще не записала. Думаю, что сделаю это как раз-таки сегодня. Ну и вот. Теперь я точно сказала все. Сейчас мы с мамой поедем по делам. Ну что, в общем-то мы уже добрались до места назначения. Нашлись с трудом, честно говоря. Офис застройщика. Ждем сейчас нашей очереди. Пойдем пообщаемся на тему того, что сейчас есть, что строят. И вообще разные такие моменты. Потом, возможно, буду освещать вам и эту историю в том числе. Мулик в кроссовочках от Фаберлик. Скажи, как тебе они? Отличные? Да? Шик. Хорошие? Прошлись мы пешочком. Очень удобные, очень мягкие. И выяснилось, что кроссовки мягкие и удобные. Так что вот вам отзыв. И легкие. Кто хотел отзыв, получайте. Единственное, что если будете брать, то учитывайте, что нужно брать на размер как минимум, а то и на два больше. Потому что они мало мерят. В общем, все самое важное сказалось. Сидим в офисе, ждем нашей встречи. Так, ну что, друзья мои, приехали на один объект строительства. Вероятнее всего, того застройщика, с кем я буду сотрудничать. Потому что меня устраивает то, как он строит. Я получила отзыв от своей подруги. Ну и здесь вот сейчас прям этап стройки. Смотрите, какая здесь красота. Какое место красивое. Это место называется Бужор. Невероятная красота. И вот такие вот домики строятся. Здесь, начиная от 5,5 миллионов домик получается. Он будет предчистовой отделки внутри. И вот такой вот красивый кирпич. Смотрите. Вот там первые два, они уже проданы. То есть даже на этапе строительства они уже проданы. Потому что, ну, как вы понимаете, святое место пусто не бывает. Так. Ну, так просто покажу вам, что тут у нас и как выглядит. Такой красивый кирпичик здесь. В общем, от 5,5-70 квадратов получается. Две спальных комнаты. Кухня. По-моему, терраса тоже. И до 5,900. По-моему, вот так вот. Вон там гуляют девочки. В общем, красиво. Мне понравилось. Здесь место очень такое приятное. Маршрутки ходят рядом, дорога асфальтированная. Но объектов достаточно много. И, как я уже сказала, почему меня застройщик этот привлекает? Потому что строит качественно. И разбег цены тоже довольно-таки нормальный. То есть, 5,5 миллионов – это сейчас очень бюджетная цена для дома на 4 сотках. При условии того, что качество строительства довольно неплохое. Я видела гораздо более плохое, скажем так, за гораздо более большие деньги. И поэтому, да, нас устраивает как застройщик. Так что, девчонки, вот такие вот у нас дела. Так, мы сейчас уже в субсеке. И здесь вот такие вот замечательные два домика. Здесь полноценные два этажа. Ой, как здесь красиво, ребята. Смотрите, среди гор прелесть какая. Красота. Все застраивается. Я вообще в шоке просто. Просто все застраивается. Скоро, наверное, и лесов не останется никаких. Вот такой вот домик. Вот такой красивый кирпичик. Покажу вам для общего развития, девчонки. Так, знаете, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть кладку и вам ее показать. Вот это один из показателей качества. Кладка. Видите, она полная. Это прям очень важный такой момент. Так что вот, ну что, мои девочки, походили по стройкам. Вот те домики тоже строил этот застройщик. Но они уже проданы. Как вы понимаете, вообще сейчас такой ажиотаж, что продается все, даже когда еще не построено до конца. Так, и еще один объект. Вот мы приехали. Здесь остался один домик. Мне нравится. Белосерый такой кирпичик. Все проданы. Вот уже сейчас они все проданы. Остался вот этот красавчик один. Последний. Точно сейчас квадратуру там и все остальное буду узнавать. Но вот сейчас он есть. Ммм, как мне нравится. И тоже кладка хорошая. Вот так вот разлетается, ребята, все, как горячие пирожки. Ну что, девочки, хотите погулять по домику? Один остался. Делают вот сейчас разводку электричества. Мы с вами посмотрим, что тут и как. Хорошенькие. И, кстати, вот смотрите, пока видно. Вот как выглядит. Слушайте, правда, это очень неплохое качество, я вам могу сказать. Блок. Дальше утеплитель. 5 сантиметров. Пенопласт. Плюс кирпич. И вот такая вот кладка кирпича. Смотрите, видите, насколько она полная. Это важный, очень важный момент. И вам советую обращать на это внимание. Вот такая вот шикарная кладочка. Смотрю, ага, смотрю как раз вот о чем я говорила. Утеплитель. Да, 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 утеплитель. И, мама, ты обрати внимание, иди сюда, посмотри на кладку. Я уже знаю. Прям полный шов, прям полный. Мне нравится. Так, вот вы смотрите. Мы их делаем в колонны или поставляем в колонны. Ну, так, темно второй этаж посмотреть. Ох, какая красота. Ну, вот сейчас второй этаж строится. Что, крошки мои, я приехала, чтобы отправить посылку. Что за посылка, сейчас скажу. Как вы помните, я продавала свою камеру от Sony, которую я брала для того, чтобы снимать влоги. Но в конечном счете я решила ее продавать, потому что, ну, это слишком умная техника, с которой я, ну, как бы для меня проблематично. Мне удобнее с телефоном, как я говорила. Ну, и сразу, буквально в этот вечер ее купили. Было, между прочим, несколько человек, желающих приобрести. Ну, в общем-то, вот, я ее продала. И сейчас мы с вами отправим эту посылочку. Вот. И, собственно, полечу дальше по делам. Нужно забрать посылку с пункта выдачи Озон. Последний день она у меня сегодня там хранится. Тоже вам расскажу, что я заказала. Так что потопала я на почту. Ну, что, в пробке постоять тоже приходится. Слушайте, я вообще не знаю, по какому поводу в среду в час такая пробка. Что к чему, кто куда едет, ничего не понимаю. Пробки просто сумасшедшие. У нас уже, по большому счету, и отдыхающие разъехались. То есть, остались, грубо говоря, местные жители. Какого хрена пробки? Я не знаю. Ну, обеденное время, наверное, да. Но, блин, не хочется в пробках стоять. Вот честно. Вот такая вот у нас с вами малюсенькая посылочка. Здесь у меня. Дома покажу точно, что. Ну, вообще, так в двух словах скажу. Брали для мамы кроссовки. В прошлом году я ей покупала в иконнике кроссовки. И они кожаны. Все-все с ними здорово. Но на пяточке как-то вот неправильно сделан шов. И они натирают. И я, короче, думала и думала, как бы эту ситуацию исправить. В итоге заказала специальные штуки, которые очень хорошо держатся. И они клеятся именно в обувь на пяточку. Мы сейчас с вами вернемся домой, потому что я в пункте выдачи была в Анапе. Вот. Мы с вами вернемся домой. И я покажу, что это за штучки. Очень надеюсь, что они подойдут. Я закажу вот такие штуки черные. Потому что тоже мне в кроссовки нужно. В некоторую обувь. Так, в целом, я смотрела, люди хвалят. Говорят, что и держатся хорошо, и от натира не помогают. Так что дома посмотрим. Так, я тут немножко растрепанная. Покажусь вам в кадре. Почему растрепанная? Потому что то капюшон одеваю, то не одеваю. Толстовка от Фаберлик. У меня, кстати, костюм. Костюмы такие я в прошлом году заказывала. В этом году тоже хочу что-то новенькое заказать. Хорошие костюмы я брала в нескольких цветах. Это вот такое худи и брюки. Класс. Мне прям нравится. Ехала сейчас всю дорогу и слушала музыку. Я очень люблю слушать музыку в машине. И снимала сторис немножко, чтобы меня не теряли. Вообще, на самом деле, я довольно часто слушаю музыку. И громко. Причем в автомобиле я как-то очень люблю слушать музыку громко. Еще и подпевать. И дома тоже я очень люблю слушать музыку громко. Когда я одна, допустим, в своем пространстве, то я и в домашних условиях тоже врубаю музыку, кайфую. Я пользуюсь, сразу должна сказать, Яндекс.Музыка. И у меня там свои плейлисты. И под настроение я себе выбираю. У меня есть колонка. Я заказывала для себя колонку в первый раз. Кстати, я никогда не брала вот эти маленькие колонки, знаете, чтобы слушать музыку, передавая ее на колонку, получается, с телефона. И она мне пришла. Я вообще не ожидала, что она настолько громкая. Так вот, я включаю эту колонку и с кайфом слушаю музыку. Вообще шикарно. Вот вообще. Называется, знаете, прогресс прошел мимо меня. Я даже не знала, что они такие крутые. Заказывала себе, что я заказывала, колонку и наушники. Вот. Но в случае, если мои AirPods Pro разряжены, чтобы у меня были под рукой еще одни наушники. Потому что, ну, иногда я вечером смотрю какие-то видео, например, в том же YouTube или фильмы на MacBook. И как бы мне нужно, чтобы у меня были дополнительные наушники. Если вдруг я проворонила и что-то у меня там разрядились мои, которые Apple-овские. Так, ну что, ладно. Сейчас мне еще нужно заскочить на пару минуток на сервис, где мне ремонтировали машинку. Потому что сейчас я в пробке стояла, когда спускалась сюда. И у меня, я увидела, что температура снова чуть поднялась. Я заеду, пусть мне глянут, чтобы точно там все было нормально. Ни в какое другое место ехать не хочу. Все. Вот я начала обслуживаться у ребят. Мне с ними все нравится. И я буду как бы следить за машинкой у них. Так, ну и все. И потом домой. Вот такие планы уже. Я включаюсь к вам еще, не доехав до дома. Потому что решила тут остановиться в красивом месте. Сейчас вам заодно покажу море. Потому что все вы любите посмотреть на море. И я вам его сейчас покажу. А сама притормозила, чтобы созвониться. Мы сегодня хотели поболтать с Юлей. Которая Юля влоги из Краснодара. Вот девушка, о которой я вам говорила. Мы с похожими историями. Вот будем снимать видео. Кстати, видео будет в субботу. Так что ждите. Скорее всего, в первой половине дня мы выпустим видео одновременно. И Юля ответит на мои вопросы, которые я ей уже отправила. А я отвечу на ее. И в общем-то я сейчас вам покажу красоту. Немножко, да. Поболтаю с Юлей и уже буду возвращаться домой. Что мне сказали в сервисе. Я приехала с вновь растущей температурой двигателя. И оказалось, ну там такие нюансы после ремонта. Что антифриз, который мне залили. Там чего-то продавилась воздушная пробка. И короче, этого количества недостаточно. Мне просто добавили еще. Там 2 литра оказалось. И завтра я снова заеду на этот сервис. Чтобы проверить, все ли в порядке. Не нужно ли добавить еще. Но в целом все хорошо. Потому что, знаете, я уже так испугалась. Думаю, да господи, в смысле сейчас опять что-то ремонтировать. В общем, слава богу, все в порядке. Ничего не разорвало. Не произошло страшного с радиатором и с патрубками. Как в прошлый раз. Все, слава богу, хорошо. Так, ну давайте покажу вам морюшка. В общем, вот так выглядит погода у нас на сегодняшний день. Достаточно у нас прохладно. Кстати, был дождик. Вот сейчас нету. Но холодно прям вот, ребят. Реально холодно. Ветер такой холодный. Было с утра градусов, наверное, 12. И на этом все. Так что я не знаю. Я вообще планировала, что у нас лето в этом году будет до декабря. Как минимум до Нового года. Потому что оно началось поздно. Но что-то вот как-то сомнения теперь возникают на этот счет. Потому что что-то как-то очень-очень холодно. Еще сентября у нас 12 градусов. Ночью там 8-9. Видите, это уже прям наша зима. Так что не знаю. Но все же я надеюсь на то, что потеплеет. Держать за это кулачки. Так, все. Я поехала. Смотрите, девчонки. Вот такие кроссовки кожаные. Покупали маме в прошлом году в иконике. И вот смотрите. Вот в первый раз на самом деле так попалось. Обычно та обувь, которую я беру в иконике, она мне служит прям очень долго. И она меня устраивает. Всегда удобно. Вообще отлично. Ну, то есть как бы я долго выбираю. Но если выбрала, то как бы здорово. Смотрите, какая здесь проблема. Видите? Это вроде бы и кроссовки. Может быть, они как-то по-другому называются. Но вот здесь внутри на заднике, видите, нет ничего. Никакой мягкой основы. И вот этот шов какой-то грубый. Вот эти швы и вертикальные, и горизонтальные. Они натирают и надавливают. И сам изгиб пятки тоже здесь странный. Ну, в общем-то, что имеем, то имеем. И теперь с этим нужно что-то делать. И поэтому было принято решение купить вот такие вот штучки. Я посмотрела на Озоне и почитала отзывы. Там тоже все пишут, что это очень удобная вещь. И как бы решает подобные проблемы вообще в целом с натиранием. И я надеюсь, что с нашей проблемой тоже. Вот такие вот они бежевые. Конечно, это не совсем тот бежевый, который бы сюда подходил. Но вот смотрите, она ровно как раз приклеивается вот на это место. На место пяточки. И мне кажется, благодаря тому, что здесь нет никакой ткани, они приклеиваются очень хорошо. Они там есть в двух цветах. Вот в таком бежевом и в черном. Так, а если... Не, ну неправильно. Да, вот таким вот образом. В общем, себе я хочу заказать еще в черном. А здесь тогда оставим вот такие бежевые. Сейчас пока клеить не будем, попозже. Вот сейчас пока не нужно маме. Ну, на днях, я думаю, мы приклеим. И потом я расскажу, как это ей удобно или неудобно. Но пишут, что вообще держится намертво. Даже на матерчатой основе. То есть, когда в кроссовках здесь тканевая такая мягкая штука. Ну, в общем, вот такая клеевая сторона. Оставлю вам обязательно промокод. Проходите для того, чтобы 300 баллов вам прилетело. Используйте его. Не теряйте выгоду. Не теряйте возможность что-то себе заказать потом со скидочкой. Так что, вот. И, кстати, очень быстро все пришло. Это не то, что там, знаете, заказывать из Китая и очень долго ждать. Вообще моментально пришло на пункт выдачи. Вот я сегодня поехала и забрала. Так, все, девочки. На этом с вами попрощаюсь. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok